Маршрутные такси начали съезжаться к зданию администрации города примерно с 8 часов утра. Территорию, где обычно оставляют свои автомобили муниципальные служащие, а также сотрудники Центробанка, быстро наводнили микроавтобусы отечественного и зарубежного производства. Проковались маршрутки по правилам и движению транспорта помех не создавали. Сотрудникам ГИБДД оставалось лишь наблюдать издалека за происходящим. Пойти на столь необычный шаг, по словам собравшихся, их заставила тревога за собственный бизнес. С сегодняшнего дня на всех транспортных средствах, работающих на регулярных маршрутах, должны быть карты маршрута. Отсутствие карты маршрута, нарушение закона, выписывается протокол. Пока до 16 июля за это штрафа не будет. 16-го 40 тысяч. То есть с сегодняшнего дня порядка 11 маршрутов пригородных начинают работать с нарушением закона. Карта маршрута – это документ, который выдается пассажирскому перевозчику, организации или предпринимателю и подтверждает его законное право работать на конкретном отдельно взятом маршруте. Выдают его органы местного самоуправления. Однако получить карты, оттверждает владельцы маршрутных такси, им не удается. Мы обратились в администрацию, в межмуниципальную, уведомили, что есть такие перевозчики, что нам ответ поступил, что карты выдадим, но через 10-7 дней. Сегодня 207 дней и стекло, мы дождались 11 апреля, пришли и вот. В администрации города заявляют, карты маршрутов выдаются без проволочек, но получить их по закону могут лишь те организации и предприниматели, которые участвовали в конкурсных процедурах и заключили договор с органами местного самоуправления. У перевозчиков, работающих на пяти городских маршрутах, необходимые документы уже на руках. И те, кто намерен работать легально, должны последовать их примеру. Призываем всех, предлагаем всем перевозчикам участвовать. Сейчас готовятся конкурсные процедуры, и в ближайшее время будет отыгран конкурс на 11 городских маршрутах. В рамках 220-го закона. Сейчас не надо будет предоставлять никакие маршрутные средства на осмотр. Сейчас надо будет, чтобы эти маршрутные средства просто соответствовали федеральным законам и качеству по обслуживанию пассажиров. Что касается межмуниципальных перевозчиков, которые обслуживают не только Твери, но и Калининский район, их претензии в администрации также называют беспочтенными. Получить карты маршрутов по закону могут лишь те предприниматели и организации, которые включены в специальный реестр, сформированный Министерством транспорта. Это главное условие для выдачи документа. Согласно 220-му закону ситуация складывалась так, что после введения его в действие в течение 30 дней они должны были подать сведения в Министерство транспорта. Министерство транспорта после проверки данных должно было включить, либо не включить их в реестр перевозчиков. На сегодня те данные, которые вывешены официально на сайте Минтранса, по этим маршрутам перевозчик не определен. Органы местного самоуправления отнюдь не заинтересованы в том, чтобы выдавить маршрутные такси из города, заявляют в администрации города. В конце концов, МУП по АТП-1 не располагает такими ресурсами, чтобы в одиночку обслуживать весь город. Однако оптимизировать работу коммерческих перевозчиков необходимо, считают муниципальные власти. В первую очередь изменить схему движения маршрутных такси, чтобы они не дублировали друг друга. В настоящее время большинство маршруток едет через центр Твери, что приводит к повышенной аварийности и транспортным заторам. Еще одна задача – сделать транспорт более доступным для жителей спальных районов, продлив маршруты. Эти и другие изменения предусмотрены в документе планирования, который в настоящее время проходит процедура обсуждения. Денис Ренов, Илья Чечин, РЕН-ТВ-пилот.